Всем привет, с вами Казак, и в этом видео я покажу вам, как научиться экстрим-вокалу в домашних условиях. Поехали! Многие люди разделяют экстрим-вокал на growling, scream, fry scream, gutural и тому подобные штуки. Но я считаю, что это не совсем правильно, потому что расщепление оно одно. И тут уже вопрос в том, насколько высоко или низко ты скримешь, и какие еще элементы ты добавляешь в вокал. Поэтому я думаю, что данное видео будет полезно как тем, кто хочет научиться скримить, так и тем, кто хочет growling. Любой экстрим-вокал состоит из двух основ. Это расщепление и опора дыхания. Так как это видео могут смотреть абсолютно начинающие или уже продвинутые музыканты, мы пойдем прям от Адама и Евы, короче, от основ к более сложному. Поэтому начнем с опоры дыхания, потому что это одна из самых важных вещей, которые предстоит узнать для того, чтобы научиться экстрим-вокалу. Многие люди привыкли дышать только легкими и грудью, но для того, чтобы петь, это неприемлемо. Поэтому мы начнем разбирать опору. Как это сделать? Короче, тебе нужно набрать воздух вниз живота и сделать упражнение на С. Просто ты делаешь букву С и с маленьким расходом воздуха стараешься тянуть ее как можно дольше, при том, чтобы ничего не скакало, не прерывалось, чтобы у тебя был как бы равномерный, красивый звук. Поехали. Набираем воздух вниз живота и делаем. Для того, чтобы тебе было легче, ты можешь положить руку на живот и следить за тем, чтобы воздух выходил очень медленно. У новичка, как правило, это будет 10-15 секунд. Давай попробуем еще раз. Еще один способ проверить, работает ли у тебя опора или нет, это представить себе такую ситуацию, как будто ты оказался в чистом поле и на другом конце поля стоит чувак. Тебе нужно ему что-то крикнуть, что-то ему сказать, короче. Если ты кричишь ему вот так вот, значит опора у тебя не работает. А если ты прям собираешь всю свою мощь, короче, туда в живот и кричишь ему, значит опора работает правильно. Если опора не работает, тогда нужно поделать для нее развивающее упражнение, типа, знаешь, взять воздух вниз и просто постараться почувствовать ее, типа, «Хэй! Хэй! Хэй!» Побросать этот воздух далеко. Вот прям вот представь, что человек стоит капец как далеко, и тебе нужно, чтобы воздух и звук долетел до него прям, короче, и ударил его. Нахрен. И теперь мы перейдем к наиболее интересной составляющей занятия, непосредственно к расщеплению. Перед тем, как мы начнем, советую тебе взять стакан воды и поставить его рядом с собой, чтобы, если у тебя появится какой-то дискомфорт, сжение или першение, знай, что это нормально, потому что твое горло еще, скорее всего, никогда так не делало, и оно просто немного охреневает, поэтому нужно попить водички и отдохнуть пару минут, после чего можно снова приступить к обучению. Если же ты чувствуешь, что тебе капец как неприятно и прям больно, значит, ты, вероятно, задел свои связки, и что-то делаешь не так. Поэтому лучше будет отдохнуть и попробовать в следующий раз. Первое упражнение, которое поможет приблизиться к расщеплению, это такой своеобразный шепот, как СИП. Если ты смотрел рекламу Pepsi, ты помнишь, что там чуваки открывают банки Pepsi и спускают такие ротовые шептуны, типа... Все, что мне нужно, это чтобы ты постарался изобразить этот звук и протянуть его подольше. Набираешь воздух вниз живота и делаешь... Обрати внимание, когда набираешь воздух в живот, следишь, чтобы плечи не поднимались, и когда тянешь звук, следишь за его равномерностью и медленным расходом воздуха. Это капец как важно. Ты можешь заметить, что этот шепот сам по себе немножко похож на скрим. Это происходит потому, что гортань находится почти в том же положении, в котором она должна находиться, как когда ты скримешь. Вот. И для того, чтобы научиться лучше управлять этим положением гортани, мы сейчас поводим этот шепот вверх и вниз, вот таким образом. Если у тебя все получается так же, как у меня, мы можем перейти к следующему упражнению. Следующая составляющая нашего урока — это штрабас. Для непосвященных падаванов могу сказать, что этот звук похож на звук, который делает баба из фильма «Проклятие». Делается это упражнение так. Ты берешь свою ноту, на которой ты разговариваешь. Самую комфортную для тебя ноту. У меня эта нота. И добавляешь в нее вот этот звук. Тебе нужно обязательно расслабить лицо, расслабить вообще все, набирать воздух вниз живота. И легко, расслабленно делать этот звук. Если у тебя стабильно получается тянуть этот звук долго, то мы можем переходить к следующему. Так же, как и с шепотом, мы будем водить его вверх-вниз, для того, чтобы лучше изучить его. Вот. Попробуем. Следи за тем, чтобы все тебе давалось легко и расслабленно. Если этот звук у тебя не получается, то можно попробовать достать его с закрытой позиции. Закрываешь рот и делаешь его вот так. В закрытой позиции ты можешь конкретно почувствовать, что звук у тебя находится вот здесь, на передней части лица. Значит, ты делаешь все правильно. Обрати внимание, что твое лицо при этом не должно никак напрягаться. После того, как у тебя начали хорошо получаться эти два элемента, нужно их совместить. Превратить два звука в один. Начав либо в штрабас добавлять этот шепот, либо в шепот добавлять штрабас. Начнем со штрабаса. Либо с шепота. Опять же, если у тебя не получается на открытой позиции, попробуй сделать с закрытой позиции. Вот таким образом. Когда у тебя получился такой же звук, как у меня, и ты научился уверенно его держать, ты можешь переходить к следующему этапу. Это голосовой замок, который поможет тебе круче управлять расщеплением. Голосовой замок — это такая штука, которая похожа как бы в состоянии предкашля. Как будто ты вот сейчас кашнешь. Попробуй поделать вот так. Именно вот это состояние гортаника ты делаешь. И есть та вещь, которая мне нужна, чтобы ты сделал. Только не делай это вот так вот, типа, знаешь, как будто ты тягаешь 100 килограмм своими яйцами. Это тебе не нужно, это тебе никак не поможет. Просто легко, расслабленно берешь и делаешь. И все. Этого достаточно. Вот. Теперь тебе нужно тот звук, который у тебя получился при совмещении с штрабаса и шепота, совмещенный, пропустить через этот голосовой замок. Сначала делаешь замок, а потом пропускаешь через него звук. Следи за тем, чтобы звук был ровным, и его звукоизлечение не доставляло тебе сильного дискомфорта. Для того, чтобы облегчить задачу, ты можешь немного поддать опоры. Обрати внимание, что ты должен делать это не рывком, типа, хом, хом, а постепенно. Попробуй. если ты внимательно смотришь видео и звуки получаются такими же как у меня то по сути ты уже могешь делать расщепление вот еще одно упражнение для того чтобы более его развить это как упражнение вау то есть ты берешь ставишь гортань в позицию расщепления делаешь замок расслаблено и делаешь вот так если у тебя все еще не получается такой звук не нужно стараться добиться его таким путем что ты пытаешься орать как можно громче скорее всего у тебя это не получится и тебе следует вернуться к тому упражнению которую тебя не очень хорошо получается и снова дойти до самого конца и так на этом мой видео урок закончен если остались вопросы задавайте в комментариях или записывайтесь ко мне на уроке к стрим вокала уроки проходят как в живую так и по скайпу так что если ты из другого города ты тоже можешь обучаться у меня ссылка на мою вокальную школу под видео если это видео оказалось полезным ставь лайк подписывайся пока